Приветствую вас. Я думаю, что сексуальная тема это очень деликатная тема и в нее очень легко навредить, поэтому нужно весьма аккуратно и взвешенно подходить к вопросам, связанным с сексом. Вы говорите про определенный вид оргазма, но при этом вы не раскрываете до конца, что именно у вас не получается и какие у этого причины. Вы говорите, что вы в 6 лет открыли возможность самоудовлетворения, но при этом вы не раскрываете никакого генезиса этого занятия. Например, в психологии есть мнение, что подобные действия в раннем возрасте довольно травматичны психологически для ребенка, потому что он считает, что делает что-то не то. И тем более для девочек, которая считает, что может нанести себе вред. Поэтому, возможно, вы до сих пор думаете, что нанести себе какой-то вред сделать для себя какой-то неполноценный тем, что открыли для себя самоудовлетворение в столь раннем возрасте. Хотя, возраст до этого не ранний. Вот. Далее, вы пишете, что вы меняете партнеров. Опять же, не совсем понятно здесь, что вы вкладываете в это слово, в это фразу, что вы вкладываете, что я меняю партнеров. То есть, если вы меняете партнеров, например, постоянно, да, то, ну, хочется спросить, конечно, почему вы меняете своих партнеров постоянно. Если вы, если вы их, ну, если вы их именно меняете. Вот. А если у вас, например, отношения не складываются вообще с людьми, да, то это другой вопрос. Это другой вопрос. Это другой вопрос. Это вопрос того, почему у вас не складываются отношения с людьми, ну, с мужчинами имеется в виду, да. То есть, вот, какая, какая здесь проблема, да, проблема отношений или это может быть какая-то еще проблема, да. Вот. Дальше, вы пишете, что, значит, соответственно, ну, партнеры вас не удовлетворяют, если я правильно понял. А опять же, почему, то есть, что не так, что не так у вас с, ну, с партнерами, что не так. То есть, есть ли у вас какие-то сложности при взаимодействии с партнерами, что вас, к примеру, объединяет с, ну, с партнерами. То есть, что вас удерживает с партнерами. Вот. Что у вас общего с партнерами. Вот. Я думаю, что, то есть это, мне кажется, нужно поисследовать. Потому что, вполне вероятно, что вы выстраиваете свои отношения как-то вот неверно. Деструктивно. Вот. Понимаете. Но это все нужно подтвердить. То есть, нужно именно вот подтверждение всех этих фактов, чтобы отдавать себе отсчет, в правильном ли направлении мы движемся в интерпретации этих моментов. Или нет. Понимаете. Ибо, как я говорил, ошибиться в подобных ситуациях очень легко. Вот. А ошибка, она, как правило, несет еще больше вред. Вот. Что касается возбужденности, вашей возбужденности, то я понимаю вас, понимаю, что вы чувствуете. Вот. Но, мне думается, мне представляется, что природу, природу возбужденности нужно исследовать. Вот. Так что она может быть разной. Это может быть невератическая природа. Это может быть какая-то другая природа. Это может быть просто невидовлетворенность. Это может быть в том числе и сверхзначимость секса для вас. Вот. То есть, ну, опять же, неизвестно, как обстоят дела на самом деле. Просто. Понимаете. Поэтому здесь, мне кажется, нужно максимально деликатно подходить к этому вопросу. Максимально корректно с ним разбираться. Вот. Чтобы не нанести никакого вреда вам. Вот. Могут ли быть физиологические причины того, что вы чувствуете, того, что вы ощущаете? Да. Могут. Могут быть физиологические причины, конечно, тоже. Например. Страх. Страх близости. Например, может быть у вас. Вот. Вот. Такая причина. Она. Вполне может иметь место. Вполне может иметь место быть. Страх близости. Который, собственно, и не позволяет вам, например, расслабиться в процессе сексуальном. Да. То есть в процессе полового акта. Вот. Может быть это. Может быть что-то гормональное. Гормональный фон какой-то. Может быть. Тут тоже физиологические причины могут быть. Вот. Но мы, мы как именно психологи, мы о физиологии, ну, говорить не будем. Вот. Потому что нам все-таки кажется, что, ну, люди должны заниматься своим делом. Каждый человек должен должен заниматься своим делом. И мы стараемся просто заниматься своим делом. То есть разбирать непосредственно физиологическую составляющую, психологическую составляющую проблем людей. Вот. Если я прав на счет вашего сексуального опыта, например, если я действительно прав на счет этого, то с этим нужно работать. То есть с этим нужно разбирать ваш сексуальный опыт. Вот. Возможно, вам потребуется, ну, принятие, да, вам потребуется принятие его, то есть принятие своего сексуального опыта, принятие себя. Вот. И там, соответственно, уже дальше можно будет делать какие-то выводы относительно того, что вам рекомендовать, вот в каком направлении вам работать и так далее. И так далее. Вот. Вот так примерно. Я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Я заранее, конечно, извиняюсь, если вам что-то не понравилось. Вот. Потому что, ну, я понимаю, что ответ такой достаточно общий, но вы и информации, в принципе, да, видали себе немного, вот, к сожалению. Вот. Так что, тут надо чуть-чуть более подробно разбирать, да, а не резать по-живому, как вот, например, это, ну, это выглядит вот так, что мы просто режем по-живому. Вот. Вот. Пытаюсь дать вам рекомендации, почти не имея никакой информации о вас. Вот. Вот так вот, я думаю, можно ответить. На этом все. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, я надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Удачи вам! Продолжение следует...